Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН, черная пятница продолжается. Я продолжаю выкладывать видео с танчиками, которые есть сейчас на продаже, для того, чтобы помочь вам определиться, стоит ли вам тратить вашу кровную голду на эти машины. Я ни в коем случае не говорю must have, я ни в коем случае не говорю однозначно там прям супер всем надо однозначно взять, хотя такие машинки действительно существуют. Я просто показываю машины такими, какие они есть на самом деле, для того, чтобы вам было проще принять решение и для того, чтобы вы понимали, как она будет играться конкретно в ваших руках. Потому что если вы посмотрите супер именитых ютюберов, которые показывают каждую машину имбой, допустим, делая нарезки из боев и показывая самые красивые моменты, покупая машину в последующем, вы можете очень сильно расстраиваться и очень сильно грустить из-за потраченного золота. Я же этого очень сильно не хотел бы. Поэтому я и показываю машины среднестатистическими руками для общего понимания, какими они есть на самом деле в обычном рандомном бою. Итак, ребят, Кейлер. И что он собой представляет, мы сейчас выкатим из ангара, посмотрим. От себя хотелось бы добавить следующее. В своем топ-3 из набора вот этих вот всех танков я поставил Кейлера на второе место, а не на первое. На первое место я поставил Т-54Е2 Акулу, которая, ну, приятней, приятней, ребят, все-таки, как ни крути. Но, ребят, если бы меня спросили, а поставь-ка ты на первое место кого-нибудь из них по сочетанию цена-качество, и я вам однозначно отвечу, это Кейлер. Я Кейлера покупал на данном аккаунте, по-моему, за 15,5 тысяч голды вместе с какими-то плюшками. Сейчас же его можно оторвать за пустяковую цену в целом. И машинка классная. Его некоторые путают с Левой, нифига, это не Лева. И его сравнивают постоянно с Т-75, ой, простите, Е-75 ТС. Нет, ребят, это все кардинально другие автомобили. Этот товарищ полностью на них не похож. Да, он похож рандомной классной броней. Он похож броней по башне. Он, в принципе, башней чем-то на Леву схож, а корпусом похож на 75-ку. Но все-таки играется он совсем по-другому. И сейчас, я надеюсь, у меня получится это показать. Для тех, кто не знает, ребят, кто не подписан на мой канал или смотрит первый раз мое видео, я никогда ничего не вырезаю. И если бой будет неудачным, я оставлю его обязательно на обзоре. Потому что я хочу, чтобы вы знали, как машина реально себя ведет. И что такие бои тоже встречаются. И что вас тоже будут разбирать периодически на той или иной технике. Поэтому, если сейчас что-то не получится, мы просто досмотрим бой до конца и запрыгнем обязательно в следующую катку. Ну и надеюсь, вам это позволит сформировать свое, возможно, в чем-то независимое мнение. Итак, ребят, простите за стрелочки на экране. Я играю на аккаунте, на котором я играю крайне редко. Поэтому в настройках здесь я себе не поменял это. Что хотелось бы отметить про Кейлера. Две вещи. Первое, я очень сильно жалею, что приобрел его за 15 тысяч голды. Потому что сейчас это можно сделать, ну, больше, чем вдвое дешевле. И второе, я очень, очень сильно жалею, что я за 15 тысяч голды приобрел эту машину не на свой основной аккаунт. Потому что машина просто шикандосная. Она настолько мне нравится, она столько кайфа приносит мне от игры на ней. Вы себе этого представить не можете. Что могу сказать? Машинка не очень подвижная. Вопросов нет. У нее не очень точное орудие. То есть сказать, что прям белки в глаз нет. Время сведения долговатое. В белки глаз попадаете не на всех 100% выстрелов. Но в чем вы можете быть уверены? Что вашу башню, играя от нее, а углы вам это позволяют, пробивать будут крайне-крайне редко. И уж точно не одноклассники. Что хочется сказать еще. Данная машина, когда вы выезжаете на соперников, она действительно делает им неприятно своим внешним видом в их прицелах. По одной простой причине. Потому что они понимают, что сейчас они столкнутся с таким натиском, который выдержать еще необходимо попытаться. Есть проблемы у данной машины. Безусловной проблемой данной машины является нижний бронелист. Вопросов нет. Но если вы будете на данной машине нормально ромбовать, то в целом шансы играть у вас есть. Что касается того, чтобы всех подряд пробивать. Нет, к сожалению, всех подряд пробивать у вас тоже не получится. Поэтому будьте готовы к тому, что есть соперники, которые для вас все же остаются, но скажем так, сложными в пробитии. Сложными в том, чтобы против них отыгрывать. Сейчас немножко лагануло. Не знаю, с чем это связано. Но, надеюсь, дальше такого не будет. Потому что с такими лагами отыгрывать не очень приятно. Урон разовый, не сильно большой. Но ДПМ он реализуем. Реализуем почему? Потому что ваш уровень бронированности, он позволяет вам танковать и жить то время, пока вы перезаряжаетесь. Вот сейчас меня пробили, вопросов нет, но не настолько сильно сделали мне больно, чтобы я испугался и начал куда-то прятаться. У меня только появляется на этой машине задор ехать вперед и накидывать дальше. Но вот сейчас я бы не сказал, что сильно бронированный товарищ, но заметьте, в башню его пробить сложновато. Я имею в виду, что не все будут для вас легкой добычей. Но дожить до конца боя шансы у вас есть. Есть танковать, шансы тоже есть. И делать неприятно своим присутствием на каком-то направлении, не то что есть. Оно не бывает такого, чтобы не было. Поехали добирать этого братка. Я не думаю, что он сможет нас вынести. Есть, конечно, вероятность, но не настолько велика. Пропустим товарища. Пусть едет, ему еще разворачиваться для того, чтобы шотить. Ну а мы пока доберем. Остался один противник. Я думаю, что это победа. С учетом того, что у товарища не так уж и много хп, а нас все-таки на данный момент уже осталось трое. Но что-то мне подсказывает, что он уже не жилец. Подвижности не хватает для того, чтобы приехать туда первым. Но я буду стараться. Ну что, ребят. Три фрага. Не знаю, насколько они заслуженные. Какие есть, такие есть. Дорисовывать ничего не буду. Следующий бой снимать тоже не буду. По одной простой причине. Потому что действительно машина вот так отыгрывается. Согласитесь, не имба. Не могу сказать, что он прям разрывает рандом. Я не могу сказать, что я прям вонзился и всем навалял. Но, ребят, свои 2450 урона я сделал. Я минуснул три ствола в бою у соперников. И по фарму он, безусловно, Леве уступает. Вопросов нет, коэффициент, ну, ниже. Без учета прем-аккаунта 58600. А с учетом према было бы 90 тысяч. И, ребят, согласитесь, бой не сложился, ну, как-то так, слишком сложным для меня. И я уверен, что для вас тоже он сложным никогда практически не будет. Потому что эта машина прощает ошибки. Именно поэтому я рекомендовал данную машину в списке топ-3 для новичков и для тех, кто среднестатистический игрок. Может быть, если вы скилловик, эта машина вам не сильно понравится и вам захочется чего-нибудь большего. С большим ДПМом, допустим, я не знаю, или с большей подвижностью. Но в среднестатистических руках, ребят, у обычного простого танкиста данная машинка будет отыгрываться плюс-минус ровно от боя к бою. Главное, что вам необходимо помнить, не подставляйте борта, не подставляйте корму. Ну и по возможности прячьте бронелист нижний, пытаясь периодически вот так вот ромбовать. Ну а отыгрывать от башни сам боженька велел. На данный момент у меня все. Абсолютно честный обзор на Кейлера вы можете посмотреть по ссылочке, которая была у меня на протяжении видео, вставлена в виде подсказки. Кроме того, ребят, если вы за честные обзоры, обязательно подписывайтесь на мой канал, я вам буду безумно благодарен. И еще, если вы за честные розыгрыши и хотите шансы на победу в розыгрыше выше, чем у других ютюберов и выше однозначно, чем у самого Wargaming, обязательно переходите по вот этой вот ссылочке, ознакомьтесь с условиями. Ну и давайте будем фаниться и радоваться жизни в танках вместе. На данный момент у меня все. Всех благ, всего хорошего вам мира и спокойствия. Субтитры создавал DimaTorzok